доброе утро как много приветствий как много приветов в чате и и солнечной анапы и пошло пошло лан паттер нижний вартовск в общем все 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 города у нас знаете ну конечно пока канада и сша у нас спят ну вот начиная от сибири до заканчивая краем европы я сейчас на краю европы да также ну а все кто там за океаном пока спят но они нас может быть они нас услышат еще в записи посмотрим но мы им тоже шлем привет привет ребята да кто вдруг еще не написал свой привет чате напишите обязательно ну что наконец-то среда наконец-то зарядка я понимаю прекрасно всех что много очень потеряли энергии за эти дни понедельник вторник потому что разбирались в том разбирались в как использовать себе где лучше использовать в первую очередь какие объемы себе использовать открывали себе cf делали из cf тоже пополнение себе и сейчас конечно же всем нужно подзарядиться да конечно конечно нужно всем подзарядиться потому что энергия пошла и нужно подзарядиться о варечка агеева приветик ну наконец-то ты уже подписана у меня не как айфон просто конечно я понимаю что у тебя айфон наверняка уже 14 но теперь ты подписана как валентина агеева с прекрасной аватаркой из дубая это у тебя аватарка в дубае точно вижу потому что там сзади колесо на фоне у тебя колесо обозрения на и красивая очень фотография так что класс есть ребята у кого вдруг еще нет аватарки здесь поставьте себе аватарку крутую классно я буду видеть ваши красивые аватарки вы будете себя видеть здесь красивыми другие участники зарядки будут видеть вас красивыми ваши новички ваши участники будут приходить и видеть вас здесь на зарядке узнавать по аватаркам так что зайдите в настройки вот мы когда закончим вы заходите в настройки себе у вас там есть аккаунт и вы заходите в настройки аккаунта и поменяйте. Если у вас нет имени, подпишите себе имя ваше, ваше имя, фамилию, подпишите себе, чтобы все знали, что это вы, чтобы я знала, что это вы. У нас тогда будет быстрее коммуникация. И поставьте себе свою самую любимую фотографию. Вот ту фотографию, которая вам очень нравится. Обязательно ее себе поставьте. Вот. А у Галины Денисенко сейчас стоит фотография. Я тоже ее узнаю, это фото. И люблю. Она написала, это с моего дня рождения. Ну, с моего. Не с Галиного у нее в мае, а у меня, когда было в июне. И это мы праздновали в городе Николаев, в моем родном городе. Я специально тогда приехала туда, чтобы отпраздновать день рождения. И были родные, близкие, друзья наши. Самые-самые, конечно, близкие еще это наши меркурианцы. Галина приехала из Южного, Лена приехала из Херсона. Вера Кучерова из Николаева. Естественно. Вот. Ой, сейчас всех-всех прям не припомню, но было круто. И вот у Галины стоит это фото. Да, был прекрасный. Мы катались на кораблике, был прекрасный закат. И вообще все было супер. Вот. Очень яркие, очень приятные воспоминания всегда есть. Мы с ними живем, ну и творим будущее еще ярче. У нас есть от чего отталкиваться. Вот вы знаете, как говорят, ну вот типа не живите воспоминаниями, типа все, вот все, что было, вот ушло. Это понятно, да? Что значит жить воспоминаниями? Что один раз там что-то у тебя случилось хорошее, и ты только об этом думаешь? Нет. Нет, для меня это как есть откуда отталкиваться дальше. Вот было приятное воспоминание. Классно, отлично. Все это событие прошло, оно перенесло очень много плодов, много результатов, впечатлений на всю оставшуюся жизнь, впечатлений на свершение, да? То есть когда у тебя вот напоминание происходит, ты оттуда как будто берешь энергию. То есть такие классные, вот мы недавно даже с топами когда общались, и Наташа, по-моему, говорила, что я до сих пор помню наши Дубаи, вот нашу поездку в Дубаи, которую мы делали в этом январе на 9 лет нашего сообщества. Да, и я помню ее, и я помню все наши поездки, все наши встречи общие. У нас их так много было в разных странах, в разных форматах. И каждый раз, то есть понимаете, вот такие события, они заряжают на всю жизнь. Естественно, что там такой длительный заряд длится там некоторое время, да, то есть там такой весь вау-вау. Но потом каждый раз, когда ты вспоминаешь фотку, события там, еще там что-то, кто-то тебе напоминает, такое впечатление, вот у меня так, я не знаю, может у кого-то так, если вдруг тоже у вас есть, напишите. Вот как будто оттуда берешь энергии немного. Вот ты вспомнил эти Дубаи, вот и Галина пишет, я помню, да, тут сразу куча сердечек, да, вот кто там тоже был. Вот у меня так, как будто я оттуда, вот это было еще в январе, сейчас уже октябрь. Но как будто, возвращаясь мысленно в те события, в то время, как будто я оттуда черпаю чуть-чуть энергии. И вот она нужна мне сейчас. И она сейчас мне дает, то есть следующий подъем. Поэтому так важно насыщать свою жизнь крутыми событиями и впечатлениями. Потому что они не только сейчас тебя держат, они в будущем тоже дают тебе энергию. Ты, во-первых, оттуда черпаешь чуть-чуть энергии. И у тебя есть от чего отталкиваться. Все, то есть это твоя новая ступень, все, ты там уже был, и ты теперь выходишь на следующую ступень. У тебя всегда есть от чего оттолкнуться. Так, Галина Паранина пишет, что да, так и есть, энергия идет из классных событий. Да. Вот. Ну и естественно, что эти события мы создаем себе сами. Абсолютно здесь то точно, потому что никто, кроме нас самих, не купит билет на самолет, никто, кроме нас самих, туда не сядет в этот самолет, не полетит. И, во-первых, никто, кроме нас самих, не заработает денег, чтобы все это купить и чтобы все это оплатить. Любое наше событие, любое впечатление, любое мероприятие, приятность какую-то для себя, для близких, никто, кроме нас, это не сделает. Поэтому каждый день мы работаем над тем, над собой. Мы работаем каждый день над собой, свое мышление, настроение, это тоже очень важно, то есть создавать себе настроение, научиться создавать себе настроение, переключаться, фокусировка внимания, то есть мы это все делаем сами. Сегодня утром я скинула вам видео на свои каналы, как обычно я кидаю, когда хочу чем-то поделиться, это в Вайбере и в Телеграм. Видео звучит о том, что почему умные люди такие бедные? Это тоже есть такое выражение, цитаток, если ты такой умный, то почему такой бедный? И она как бы имеет определенные основания. И я знаю, вы знаете по-любому, огромное количество очень умных людей, то есть они реально интеллектуалы, они реально умные люди, но уровень жизни их просто находится на грани выживания. Все, то есть они не живут в достатке, в изобилии где-то, они просто выживают, но они офигенно умные, то есть просто все они знают. И мне понравилось три пункта, то есть почему так? Я с ними согласна. Значит, первое, почему? Потому что они слишком все усложняют. Да, то есть когда ты... Ой, извините, хрипну прям уже. Да, они слишком все усложняют. То есть вместо того, чтобы сделать все легко и просто, как и есть на самом деле. Ведь все же в мире настолько понятно, настолько просто, то есть не нужно ничего усложнять. все очень легко и просто. Но умные люди любят усложнять, потому что вот они кто-то знают, потому что они знают... Вот для меня есть очень такой хороший пример, это особенно вот... Ну, учитывая, что сейчас мы там постоянно перемещаемся, постоянно мы куда-то переезжаем, да, и мы заселяемся там каждый раз, например, в разные отели, и вот приходится практически каждый день общаться с сотрудниками отеля, ну, и с разными, да, то есть людьми. И видишь, вот как они... Вот все же элементарно просто. Но они же любят это так усложнить. То есть таким образом, да, то есть это понятно, ценность набивается, ну, кругом так. Просто мне это, наверное, как-то уже там чуть забылось, а сейчас снова вспомнила, думаю, о, действительно, ведь это же есть все на каждом шагу. Вот, то есть усложнять. То есть в принципе усложнять любим мы все. Там вот в разном... в разном поле деятельности, там вплоть до того, как, не знаю, гвоздь в стену забить. То есть усложнять любим мы все. Но умные люди, те, которые очень много знают, они вообще прям усложняют все-все. А хотя на самом деле все очень просто. То есть это первое, усложняют слишком. Второе, они слишком много читают, знают, то есть они все-все-все прям знают. И этих знаний так много, и они не фокусируются вот это в одном направлении, в том направлении, которое действительно будет их вести по жизни, то есть помогать, то есть поднимать уровень жизни, улучшать этот уровень жизни. То есть они знают все, вот они прям все-все-все знают. Но конкретной отраслью и конкретными знаниями вот в этом направлении, которое будет улучшать их жизнь, они не пользуются. То есть это тоже есть такой факт. И я много таких людей тоже встречала. Ну и следующее, что они, третий пункт, это они знают, помимо того, что они все-все-все знают, то есть вот что они спросили, они все знают. Вот прям все они знают. И то, и то, и то, что надо, и то, что не надо. Вот они все знают. Вот, и следующее, они знают людей, слишком много знают людей, у которых есть отрицательный опыт. То есть те люди, которые пытались как-то жить лучше, и, соответственно, те люди получают свой какой-то опыт в жизни. И вот умные люди, конечно же, знают всех. То есть вот мне опять это откликается, как вот знают. И то, что надо, и то, что не надо. То есть поэтому стоит. То есть три решения на это все. То есть, конечно же, не то, что там прям все-все-все умные люди, прям бедные. Я также знаю и множество умных людей, и очень богатых, и очень успешных. Но они для этого потрудились и поработали над собой. Значит, первое, это все перестать усложнять, то есть наоборот, быть проще. И проще, проще. События, ну, то-то, 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 то есть проще, подход проще просто. Следующее, это выбирать знания, то есть ты вот все знаешь, но пользоваться теми знаниями, вот прям концентрироваться на них, теми знаниями, которые тебя ведут в жизни, в рост и в улучшение твоей жизни. Вот прям концентрироваться на этом и углублять знания все больше в этой сфере. Не так в общем, да, обширно, но конкретно в этой сфере больше углубляться еще, то есть та сфера, которая тебя растет, то есть найти ее и углубляться. И следующее, не переживать за других людей, не думать об этом, не жалеть их, понимать, что у каждого свой путь. И если у того человека на пути есть этот отрицательный опыт, это его путь. Это не значит, что он будет у тебя тоже. Это не значит, что такой путь приготовлен для тебя. Опять-таки, это выбор каждого человека. Вот путь каждого из нас, это выбор нас. И каждое событие, которое происходит у нас ежедневно, это наш выбор. То или то. Каждое событие, происходящее с нами, это наш выбор. И соответственно, что когда люди с каким-то отрицательным опытом по жизни, это результат их выбора, который они делали до этого много раз. То, то, то. Ты же не знаешь, что, почему, так не знаешь. Соответственно, у тебя будет все по-другому, если ты будешь делать другой правильный выбор. И все. А если ты будешь делать такой же выбор, как и он, то такой же опыт тебя ищет. Поэтому не думать, не переживать, почему так у других, это их путь. Они его проходят. Их путь – это результат их выборов. А ты делаешь свой другой правильный выбор. Вот. И вот особенно вот этот третий пункт, он мне очень сильно откликнулся, потому что, ну, мы же люди, мы же подвержены впечатлениям и рассказам от других. И мы же любим друг с другом делиться чем-то. И бывает очень часто, когда кто-то говорит, ой, ты туда не ходи, потому что там то-то, то-то. Да. Вот даже вчера я там шла немного, там есть такая скала, вот, и там кто-то говорит, вот ты туда не ходи, потому что там то-то, то-то. Ну, нифига подобного, я туда пошла. Потому что, ну, во-первых, я понимаю, я же нормально буду идти, то есть я нормально, осторожно, аккуратно, да, то есть я же не буду там скакать, прыгать, да, как дурашка. И то, что вдруг там у кого-то что-то случилось, да, то есть это мало ли как он там ходил, да. Но зато, тем не менее, передо мной тогда открылся красивенный вид. Ну, то есть он у меня до сих пор просто перед глазами, и я думаю, что это будет еще на много-много лет вперед этот вид и эти впечатления, вот просто захватывающие впечатления. Вот, даже в таких моментах, то есть люди там говорят, а вот ты там то-то не делай, а вот ты там, там, когда-то он там варил, там, не знаю, борщ по такому рецепту, и потом говорит, ой, нет, этот рецепт плохой, больше по этому рецепту не готовь. Ну, или ты, я по нему готовил, у меня плохо получилось, ты не готовь по этому рецепту. Так, а мало ли, что ты делал. Да, то есть попробую я по этому рецепту, да, то есть другие люди что-то там по этому рецепту, я знаю, и у кого получилось, и у кого не получилось, да, но от того, что у тебя не получилось, это же не значит, что я теперь должен не готовить по этому рецепту или вообще не готовить. Мало ли, что ты там делал, может быть, там где-то зевнул, Может быть, ты там где-то проспал чуть-чуть, пока у тебя там что-то недоварилось, или наоборот переварилось, или пережарилось, или ты, не знаю, забыл какой-то ингредиент закинуть в кастрюлю. Мало ли чего. То есть это всё, вот ты делал, и вот ты это получил. А я сделаю по-другому, правильно сделаю, и я получу свои результаты. И я получу тогда вкусный борщ, потому что, в принципе, все варят борщ по одному рецепту. Вот все. Вот как бы не изучала бы даже, кстати, я когда-то интересовалась этой темой. То есть всё, рецепт один. И все, то есть каждая хозяйка варит одинаковая технология, то есть порядок, который ты делаешь. Одинаковая технология, одинаковый рецепт, набор продуктов одинаковый. Но у всех получается он абсолютно разный, потому что каждый делает по-своему. Начиная даже от выбора продуктов, где ты их покупаешь, какие ты покупаешь. Или ты там, например, выбираешь их, идёшь на фермерство где-то там, например, на рынок ты идёшь, выбираешь тщательно. Или ты пошёл просто там где-то в какой-то ближайший маркет, закинул всё, что попало в корзину, и потом там, ой, там. То есть начиная даже с этого, это опять-таки наш выбор. Всё, и потом следом, а как ты то делаешь? А потом, а какую воду ты берёшь? Да, это опять-таки твой выбор. А потом, а как ты там? Всё, то есть всё, всё, всё идёт дальше, да. Ну и у каждого есть своя изюминка в приготовлении борща, пишет Лена. А вот, ну да, по-любому, то есть есть ли у тебя изюминка или нет. Да, то есть технология и рецепт, он одинаковый. И потом следующее, то есть всё равно получается у всех разное. И потом ещё у кого-то бывают свои изюминки. Причём не у всех, не у каждого. Я знаю людей, у которых нет изюминок в приготовлении борща. Вот. У кого-то есть своя изюминка. Но самая главная изюминка, это, конечно, любовь к этому делу. И к тому, что ты получаешь результат. И вообще, любишь ли ты его или не любишь? Вот тоже важный момент. То есть ты готовишь борщ, да, вот каждая хозяйка, хозяин. Также я знаю очень много мужчин, которые готовят великолепно. Ну и, да, то есть ни для кого не секрет, что мужчины вообще очень вкусно готовят. Да, то есть вот эти все стереотипы прошлого. Вот. То есть и играет важную роль. Любишь ты его или не любишь? Да, вот этот конечный результат. Это тоже есть определённая изюминка. Вот. Конечный результат, что ты получаешь. Вот именно любишь ли ты его кушать? Вот именно этот вкус его. Ну, тоже туда всё получается. Поэтому ежедневно мы делаем определённый выбор. И потом получаем соответствующий результат. Или вкусный, ароматный, где ты доволен, где довольны все, кто с тобой рядом, кого ты угощаешь. Или получается какая-то фигня, где ты даже сам недоволен. Потому что также я знаю некоторых хозяек, хозяев, которые говорят, вот, я типа больше варить не умею. Так, а зачем ты его варишь? Или говорят, ну, вот, сварил. Ну, как бы, вот, у меня он не получается, вот, как-то я его не умею варить, вот, не люблю вообще. Вот. Могу тебе предложить что-то другое. Вот мы выливаем его постоянно. А зачем же ты его тогда вообще варишь? Вот. Непонятно. Ну, так, а если варишь, так научись его варить правильно. Научись варить его вкусным. Измени что-то. Измени что-то в технологии, в подходе, когда ты это делаешь. Измени, там, вот, с самого первого этапа выбор продуктов, измени в настроении. Вот что ты, да, с каким настроением ты подходишь. А вот и потом посмотри на результаты, может быть, у тебя будет лучше. Ну, вот, так что, опять, такой вот итог мне сегодня тоже попал, в голову пришёл. И хочу с вами поделиться, что ведь мы проживаем вот каждую свою жизнь. И вот получаем какие-то определённые результаты. Ну, и также мы получаем уроки. Но об этом мы отдельно как-то поговорим. А сегодня вот именно о результатах и о выборе хочу сказать. Что результаты всегда идут по итогам нашего выбора. Что мы делаем? Если у тебя что-то получается отлично, ты фигачишь дальше в этом направлении. Если не получается, то или не делай это и не парь всех остальных своим невкусным борщом. Или научись это делать правильно. И, соответственно, что каждое событие, мысль, видео, цитату, я всегда всё переношу на наши проекты. И, соответственно, на развитие в наших проектах. Потому что у нас всё довольно просто. Итак, почему некоторые из наших участников на уровне низком уровне? Вот почему они до сих пор не богатые и не счастливые? Значит, соглашаемся или не соглашаемся? Вот я буду проговаривать, исходя из того, что мы уже сказали. А вы пишите, да или нет. Значит, первое. Они всё усложняют. Вот те участники, у кого нормальные потоки большие, нормально они получают. Вообще с ними же легко, с ними легко и просто. То есть они лёгкие, они простые. Дальше. А те, у кого маленькие потоки, маленькие премии, они мало получают. У них, то есть они постоянно с таким, ну то есть сложно. Ну вот как-то сложно. Вот оно, напишите, напишите, да или нет. Вот особенно лидеры, да, потому что лидеры работают с участниками. Но я такое замечала. То есть они реально усложняют. Просто усложняют. А ведь всё очень просто. Вот у тебя есть сайт. Ты на этом сайте зарегистрировался. Вот есть путь, как тебе твои деньги с карточки банковской или там с налички, где у тебя рубли, евро, гривны, тенги, тугрики, любые-любые деньги, как тебе превратить в электронные деньги. То есть в те деньги, которыми ты сможешь распоряжаться как угодно и где угодно на своё усмотрение. И так, первое. Ведь всё просто. Зарегистрировался на сайте. Вот регистрация на сайте. Там кэшфлоу, поток кэш. Дальше. Вот тебе кошелёк и путь, как деньги превратить в электронные. То есть в те, которые ты сможешь пополнять себе поток. Следующий этап. Ты это сделал, перевёл деньги, обменял их на евро, например, на рубли, на криптовалюту. И теперь ты этими деньгами просто оплачиваешь себе взнос. Открываешь любой из потоков себе. Всё. Ну вот просто всё. Легче, проще? Нет. Вот это единственное, что тебе нужно сделать. Ну зачем же усложнять? Ведь участники начинают. Кто-то пишет, что не напишет. Сложно, потому что мы постоянно... Так, ещё раз. Сложно, потому что постоянно начинают с нуля. То есть участник начинает с нуля или что? Ну вот мы сейчас говорим за новичка. Мы говорим за человека, за новичка. Зачем же усложнять? То есть он начинает. Ой, а что это за сайт? Начинает копаться там. Ой, а что? А как это там этот перевод? что-то вот разбираться. Ну, то есть, понимаете, помните, если начать в чём-то копаться, в чём-то разбираться, то есть начинаю там, ой, а как тут переводить, ой, а что-то за обменник, ой, а что-то там за способ перевода, ой, а этот там хочу узнать, что это за обменник, ну, чтобы узнать, создай свой обменник вообще, как обменники работают, а как работают обменники, хочу разобраться. Ну, чтобы разобраться, создай свой обменник, и тогда ты разберешься. Вот и все. Вот. То есть реально все усложняет, хотя все очень просто. Итак, твое желание жить лучше, дальше сайт, который это обеспечивает, и следующее, только лишь научиться обменивать деньги со своих банковских карточек на нормальные платежные системы международные, которыми ты можешь нормально пользоваться. Все. Очень просто. Поэтому усложняют. Есть. Так, ребят, вы пишите, или да, или нет, вы уже опять начинаете тут переписываться друг с другом. Не надо переписываться, я не читаю, не могу успевать, но мне тоже хочется и интересно. Но я же все-таки с вами разговариваю. Вот. Так что по пунктам усложняет. Дальше. Следующий момент, что не фокусируется, то есть знают вот слишком много всего, и не фокусируется на том, что реально будет их вести вперед и поднимать немножко. Значит, что есть в этом моменте? Наши участники, например, да, новички, там, участники наши, знают много всего, то есть они читают много информации о криптовалютах, там, заработок в интернете, что там еще популярные, какие статьи у нас читают, и потом сбрасывают мне. И вместо того, чтобы все это читать, то есть если почитать о криптовалютах, начинают, ой, а те криптовалюты такие, ой, а те криптовалюты такие, а это вообще не деньги, а это еще вообще не то. То есть это слишком много информации. Ну, слишком. Причем из каких-то разных источников. Мало ли кто там это написал. То есть вместо того, чтобы сфокусироваться на том, чтобы учиться у своего лидера, потому что у каждого в проекте есть лидер, они, вот этот разброс знаний, разброс информации, оно просто кругом-кругом. А стоит сфокусироваться на одном направлении, то есть одно движение вперед, вот в одном направлении, и учиться у человека, который точно знает, то есть учиться у своего лидера. Вот это тебя точно будет вести вверх и в развитие. Согласны? Вот кто согласен, напишите сейчас в чате, хочу посмотреть немножко. Или это мне только кажется, или это только мои такие наблюдения, но может быть вы тоже. Так, да, то есть слишком много информации изучает, но это информации море. То есть, понимаете, если вообще вот так много изучать, ну не то, что изучать, читать, пользоваться какой-то информацией, то, блин, вообще дышать очень опасно. Если сейчас изучить, а что там, какой воздух, как ты дышишь, так вообще не дышать тогда. То есть, ну вообще не дышать. Ну нужно сфокусироваться в одном направлении, поэтому учиться у тех, или там про питание, например. То есть понятно, что столько всего сейчас в питании есть, но что же мы делаем, когда мы решаем изменить, ну вот там поддерживать свое здоровье, вообще свое состояние через питание. Не запихивать в себя все подряд, а качественно питаться. Что мы делаем? Мы изучаем конкретно эту тему. То есть мы не изучаем, а что же там такого в этих чипсах, например. А нафиг это надо знать? Понятно, что чипсы — фигня. Ну кроме тех, которые ты там сам сделал дома. А все остальное понятно, что это фигня. И зачем мне туда углубляться? Я же свое внимание буду направлять на то, что и какие виды продуктов будут. Ну то есть для меня, да, для здоровья, для хорошего самочувствия, чтобы у меня была энергия. Там какие именно продукты. Там очередность, да, вот особенно когда ты... Это же очень важный момент, даже там очередность. Вот ты когда в ресторане Мишлен приходишь, то тебе они прям, они проводят презентацию там каждого блюда. Они говорят, сначала скушайте это, затем это и затем это. И вот когда ты сделаешь именно так, очередность, первое, второе, третье, потому что все вкусы, они имеют, то есть они даже перемешиваются и даже имеет значение, что, зачем ты кушаешь. Вот когда ты сделаешь, как они тебе сказали, ты получишь максимальное удовольствие от этого блюда. А если ты начнешь, типа, ой, нет, типа, а вот мне больше понравилось вот это сейчас, да, с внешнего вида, вот я его сейчас первым съем, о ней последним, то потом у тебя получится фигня. Вот. Поэтому слушать. Если ты пришел в ресторан Мишлен, то слушай, что они тебе говорят. Они знают. То есть этот повар для того, чтобы приготовить вот эти шедевры, просто кулинарии, он, то есть, все, это шедевр, да, то есть он знает, что, зачем тебе нужно скушать. Он это делает для того, чтобы вообще, там, ты получил максимальное удовольствие от этой пищи, чтобы у тебя во рту были эти такие вкусовые, все эти рецепторы. Так? А если ты решил как-то по-своему, а потом выходишь, фигня эти в рестораны Мишлен. Ну, друг, ты просто неправильно делал. Причем тебе дали четкое указание, как нужно делать, а ты сделал по-своему. Соответственно, твой выбор, и ты получаешь эти же результаты. Вот. Поэтому слишком, вот, много ты изучаешь, нужно сфокусироваться на одном направлении и обучаться у своего лидера. Все это про наших участников. Значит, сфокусироваться на каком направлении. Значит, первое, вникнуть в потоки, то есть растущий поток, в чем его, как управлять растущим потоком, чтобы у тебя была максимальная выгода. Дальше, стартовый поток. Фишка стартового потока. И что делать, чтобы стартовые потоки тебе тоже приносили максимум результатов. Там накопительный поток. Разобраться в нем. Дальше, поток удачи, лотерея. То есть это вообще, да, отдельная тема, в которой, если разобраться, то там такие можно просто делать деньги. Ну, просто, колоссально. То есть разобраться в этом направлении. Вот нашим участникам нужно вникнуть в информацию о поток и слушать лидера. Что лидер говорит тебе делать и делать, как делает твой лидер тоже. Вот. То есть это вот второй пункт, да, что фокусировка твоего внимания на то, что тебя поднимает, то, с чем ты растешь. И следующий, третий пункт, да, то есть это люди с отрицательным опытом. И вот я встречаю множество наших участников, ну, может, не так много, просто они такие, они так много требуют внимания к себе, что кажется, что много. На самом деле их немного. Которые говорят, ой, а вот я вчера разговаривала там с Марьей Петровной, а она, представляешь, обменивала там рубли с карточки, там, покупала криптовалюту и все. Вот. Не пришла ей криптовалюта. Да? Фигня это все, ваши обменники и ваши криптовалюты. Вот. И мне бывает, попадаются такие истории, такие вот, у кого вдруг такое тоже было. Да? То есть отрицательный опыт других людей. Но на самом же деле, ты же не в них, а что там Марья Петровна делала? Что вообще она там переводила? Куда она переводила? Какое, то есть где она взяла какие-то там, Ну, во-первых, ну, это даже невозможно, потому что все обменники, которые работают, они работают на свою репутацию, да, хорошие обменники. И они всегда решают все вопросы своих клиентов. А что там за обменник Марья Петровна взяла? Ну, вот она там какой-то взяла. А лидер ей давал какой-то другой обменник? Ну, да. То есть вы же, бывает, обращаетесь к лидеру и спрашиваете, а какой мне взять обменник? А каким ты пользуешься? И у каждого лидера точно есть подборка топ-обменников, которыми они пользуются регулярно, которыми пользуемся, ну, вот мы все, да, каждый пользуется своим, но мы все делимся информацией, что вот этот обменник суперский, вот этот обменник классный, этот быстрый, этот обменник там работает в полуавтоматическом режиме, да, то есть, возможно, Марье Петровне просто нужно было написать сообщение оператору, да, потому что этот обменник, скорее всего, работает в полуавтоматическом режиме, и все, и то ли, то только нужно сделать, написать сообщение, сказать, что вот я здесь, я Марья Петровна, я обмениваю, пожалуйста, зачислите мне, они такие, опа, точно, все, а мы вас ищем, зачисляем, то есть, понимаете, да, что опыт других людей, это как даже отзывы, отзывы отелей, отзывы ресторанов, отзывы, ну, то есть, знаете, как опыт других людей, а разные же события абсолютно происходили, то есть, разные условия, при котором человек получил там этот опыт, это опять-таки его путь, это путь каждого человека, поэтому я, например, когда вот кто-то говорит, вот нет-нет-нет, там то-то-то, нет-нет-нет, ну, посмотрим, да, то есть, если это сулит мне выгоду и что-то хорошее, я просто буду делать это правильно, а твой путь, это твой путь, ты делал не так, соответственно, результаты мы получаем разные, поэтому, когда наши участники вот говорят, ой, а тот у того там не получил, а тот там делал, допустил какую-то ошибку, вот у него не получилось, и я боюсь, что у меня такая ошибка тоже получится, ну, блин, с чего ты решил, что у тебя получится такая ошибка, нифига подобного у тебя не будет, потому что ты сделаешь правильно, ну, все, у тебя ошибки не будет, и ты будешь счастлив и доволен, то есть, здесь этот момент мешает, и причем люди, я знаю, что они ищут, прям собирают вот такую информацию, такие, а у кого же не получилось, и это тоже есть интересный момент, если ты собираешь и фокусируешься на ту информацию, а у кого же не получилось, то у тебя тоже не получится, то ты к бабке не ходил, и у тебя тоже не получится, а если ты фокусируешься на информацию, а у кого же получилось, то у тебя тоже получится, а если ты знаком с пятью бедными людьми, то ты следующий бедный человек, если ты знаком с пятью богатыми людьми, то ты шестой богатый человек, все здесь тоже очень-очень просто, так что, еще раз, это не усложнять, то есть нашим участникам не усложнять, дальше фокусировать свое внимание, то есть не усложнять, потому что все очень просто, до примитива очень просто, это нужно просто принять, и тоже, конечно, никому не хочется казаться, типа, что ж это я такой примитивный и простой, да, все очень-очень просто, не нужно усложнять, то есть если я прихожу там на ресепшн в отель, там куда-то, Не нужно усложнять ему, набивать какую-то важность. Я и так знаю, что ты важный человек вот здесь, в этом здании. Не нужно мне тут набивать свою важность. То есть нужно решить один простой вопрос. Очень все просто. Давайте это сделаем, и все, и погнали. Так же и с нами. Когда я что-то делаю, ты что-то делаешь, вы что-то делаете. Не усложняй. Ведь все очень-очень просто. И понятно, как это так легко получилось. Хочется нам как-то и так, и так. Там целые виражи какие-то. Нет, все очень просто. Вот тебе взносы, вот тебе сайт, вот тебе кошелек. Вот так, нажми эту кнопку, чтобы обменять деньги. И нажми эту кнопку, чтобы пошел взнос. И все, и потом начисляй себе, радуйся жизни. То есть люди пытаются искать чего-то такого. Ну нет, так просто не бывает. Слышали такое? Когда я разговариваю с людьми о проекте, рассказываю, они такие, нет, ну это как-то, ну не-не-не, не похоже. Не-не-не, ну так просто не бывает в жизни. Я говорю, как не бывает в жизни так просто? Не, ну обычно должно быть все сложно. Ну вообще, если так просто, то это что-то нереальное. Ты мне тут какое-то рассказываешь фантастику. Чтобы что-то получить, да, то есть вот это там нужно пройти семь кругов. Ты, ну нифига себе подобное, вот это ты придумал. Это просто нас так, ну, система, да, государство, система мира, она нам так толкмачила в голову. Что все очень сложно, вот, что просто ничего не бывает, ничего не получается. И поэтому, ну то есть эта тема, на самом деле, она очень глубокая и проблематична потом. И в отношениях, и везде, везде, везде. Потому что люди всегда все усложняют. Всегда. Везде. В каждой сфере. Даже в отношениях, когда там два влюбленных друг друга в человека, безумно, но раз и все, да. Ну, там ходят, что-то там дуются там что-то друг на друга. Ну, подойди ты его там уже, прижми ее там и все скажи, слушай, погнали, да. То есть, ну, если это на самом деле так и есть. Да, вот это сумасшедшая там влюбленность и все-все это. Вот поэтому усложняют. Не усложнять. И у нас в проекте тоже. Не усложнять. Все просто. Да, действительно, все очень просто. И пойми, это просто. Следующий момент. Фокусировка твоих знаний. Углубляться в те знания, которые вот тебя будут развивать, будут улучшать твою жизнь. И учись у людей, вот, учись у своих лидеров. Если ты хочешь красивое потянутое тело, да, смотри на того, кто это делает. Вот, у кого она тоже есть. Вот, кто это сделал. Вот, у него самый-самый опыт. Или если ты хочешь похудеть там на 15 килограмм, то спроси и дружи с тем человеком, который это сделал. Вот. Сразу увидите, что у него даже дисциплина другая. И у него вообще привычки даже абсолютно другие. Вот. Ну и следующий момент – это опыты. То есть ищи всегда исключительно положительный опыт. Потому что если ты ищешь отрицательный опыт в чем-либо, в любом деле, то ты такой же опыт и для себя получишь, и такой же результат. Помним, здесь транссерфинг работает. Вот. Поэтому ищи исключительно положительный опыт. Вот. Если ты действительно этого хочешь, ищи и фокусируйся на положительном опыте. И ты тогда будешь следующим человеком, у кого будут крутые результаты. А если нет, вообще тогда не делай. Потому что у тебя никаких результатов не будет. Вот. Вот. Вот так вот есть. Так, что вы пишете мне? Теперь вы хотите еще спросить что-то про... 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 ЦФ? Ну, если что, да. Арина добавляет, что когда я говорю о проекте, мне отвечают, что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да, я тоже такое замечала. И знаете, прямо аж... Иногда прямо аж так подначивать, что ли, рассказать им сложно. Ну, нет. Ну, придумывать как-то сложно. Нет. Я рассказываю всегда, как есть. И люди всегда слышат, вот как есть. Ну, соответственно, приходят такие люди. Вот. И тоже... Я знаю, что даже вот я знаю некоторые там лидеры. Вот я знаю тех, которые рассказывают легко и просто. И знаю тех, которые рассказывают сложно. То есть они там больше набивают себе значимости. То есть они что-то там ищут, они что-то там копаются. То есть они что-то говорят, что у нас как-то не так, а давайте вот так как-то делать. У нас все просто. Вот и рассказывай вот так до примитива просто. Но они начинают там как-то придумывать свое, и, соответственно, потом им такие приходят и участники сложные. То есть они сами добавляют себе сложности, и приходят такие сложные участники. А кто рассказывает легко и просто, приходят вот такие же легкие участники, с ними просто в удовольствие, в кайф работать. Вот. Да, Ирина пишет, что людям зачастую проще махать лопатой. Просто делать бесполезное действие. А зачем мне махать, если все уже давно придумано? Давайте еще начнем. Продуктивность труда. Один трактор может, он продуктивнее 100 тысяч снопов-вязальщиц. Помните об этом, знаете, конечно же. Ну и так же, как другие абсолютно сферы. Зачем тебе это делать? Просто, чтобы ты чувствовал, что ты важный? Нет, фигня это все. Займись другим делом. Опять-таки, это все от безделья, потому что людям сложно сейчас придумывать какие-то занятия для себя интересные. Это тоже то, над чем стоит работать каждому, получается. Вот. Нужно придумывать себе занятия, как себя еще развлекать. Потому что намного проще пойти и махать лопатой, и говорить, ой, как же я устал, как же я уработался. Вот. Потому что я же делаю такое сложное дело и такое важное. Пойди там, не знаю, поедь куда-то, да, там, побегай или там, порисуй, там, потанцуй, песни пой, еще там что-то. То есть это не безделье. Это на самом деле ты все делаешь для себя. И это гармония, это счастье. То есть мы вообще все рождены для этого, чтобы делать то, что нам нравится, и в удовольствие. А не упахиваться просто. Все. Вот. И кто это осознает, понимает, у тех все прекрасно. Соответственно, у нас тоже в проекте не надо бесполезно махать лопатой. Нужно делать это уверенно, четко и правильно. И тогда у тебя будут офигенные результаты. То есть не нужно бесполезно там и то, и то, и туда хвататься, и туда хвататься. А в итоге у тебя ничего не получилось. Так же сейчас, например, с ЭСП с лимитами. Вот. Все же тоже очень просто. Открывай себе потоки, пополняй себе растущий поток, делай себе СП, делай себе накопительные. У тебя открываются лимиты. И этими лимитами ты дальше можешь оплачивать. Или ты в растущий себе снова этим лимитом. Ну, то есть понятно, что ты там сделал себе в растущем тысячу евро. У тебя еще 400 евро получилось из ЦФ. И ты эти 400 евро еще оплатил себе в растущий. У тебя увеличился поток. Ты получаешь уже в разы больше. Сделал себе там новый стартовый, например, какой-то, там пятый, например, у тебя было 4, ты сейчас сделал пятый стартовый. У тебя открылся лимит на такую же сумму. Делай с ним что хочешь сейчас в стартовом. То есть у тебя выбор, ну, то есть что хочешь с ним, то делай сейчас. У тебя открылся лимит, это твои деньги в кошельке. Оплачивай ними себе стартовые тоже. Проплачивай. Ну вот, в накопительном также. Сделал себе новый накопитель, у тебя открылся лимит на такую же сумму. Придумай, что ты сделаешь с ней. Куда ты ее, как ты ее направишь в своем накопительном потоке. Ну, то есть в своих накопительных потоках. Потому что, скорее всего, у тебя их несколько. Ну, я надеюсь, что несколько. Тоже все очень-очень просто. До примитива. Действительно. Пополнил себе поток, сделал себе стартовый, накопительный, еще там следующий, очередной. Открылся лимит, используешь лимит, как захотел. То есть придумай, как ты его сейчас используешь. Может быть, ты там откроешь старт, может быть, ты там еще немножко добавишь к этому лимиту. То есть там завтра еще откроешь лимит и там сделаешь еще стартовый себе на большую сумму, например. Или там в растущем себе. Там же еще разная потяжка и каранти. Ну, то есть все-все-все очень просто. Ну вот. Да, да. Так что вы здесь пишете? Маша говорит, а мне говорят, ну и молодец, хорошо, что у тебя получается. Угу. Ну да, ты, конечно, молодец. Вот. А ты спроси у них, а ты молодец? Вот прям переспросил человека, скажи, а ты молодец? Что вот он тебе ответит, потом можно поразвивать. Ну, скорее всего. Он скажет, а я не молодец. Ну, отлично, можешь быть молодцом тоже. Вот. Поэтому погнали. Раз, два, три. И все. Или он скажет, типа, а я молодец, там, я то-то, то-то. Ну, красавчик. А можешь быть, скажи, а я тоже молодец в том-то, том-то. То есть я вообще молодец сто раз. Вот. И ты можешь быть молодец сто первый раз уже. То есть молодец, это ж не состояние души. Молодец, это там в каком-то деле. Что ты там делаешь? Вот, молодец, красавчик у тебя получается. Ну, то есть красавчиком и молодцом можно быть сотни раз. Это же, ну, я там тоже молодец. Вот ты тут. А тут ты пока не молодец. То есть в финансовой части ты не молодец. Да, ты там можешь быть крутым, молодцом, там, специалистом. Например, ты там, не знаю, шьешь обувь. У тебя производство обуви. Да, ты молодец, красавчик. Вот. Но в финансовой части ты не молодец. А можешь стать молодцом и здесь. Хочешь же, по-любому хочешь. Так что я тебе расскажу с удовольствием. Мне не жалко. Вот. Потому что, например, он, да, как человек, который производит обувь, он не будет раскрывать свои секреты кому-то, потому что у них конкуренция. Вот. Никогда они не будут свои секреты рассказывать. Никогда они будут делиться изюминкой, да. То есть вот этот, например, итальянский тирамису, да, то есть в Риме есть. Это помпи, по-моему, называется. Это кондитерская. Тирамису, где самая-самая вкусная тирамису, из всех, которых я пробовала, действительно там самая вкусная. И да, то есть у них есть там какой-то там, то есть оттуда всё началось. Что-то там у них есть, какой-то твой секретный. Конечно же, они его никогда никому не расскажут. Там что-то, секретную фишку. Или, может быть, просто они придумали всем рассказать, что есть секретная фишка, а мы так думаем, что там есть что-то секретное, и поэтому нам кажется, что там вкуснее. Да, но они тоже молодцы, что они это придумали. То есть они же не признаются никогда, как на самом деле, никогда не расскажут. Вот, потому что они боятся конкуренции, всё остальное – это конкуренция. Так же этот производитель обуви, он не расскажет мне, как у него, чего там получается такая классная обувь, потому что конкуренция. А у нас всё просто, скажи, мне не жалко, у нас нет конкуренции. Наоборот, чем больше людей в мире будет с деньгами, с нормальными деньгами, с постоянным потоком денег, жить хорошо, счастливо, чем лучше. И я занимаюсь как раз этим. Вот. То есть, ну, попробуй так. Там можно ещё чуть-чуть эту тему немножко развить. Ну, попробуй так. Вот. Так. Что пишет Светлана Иванцова? Очень хочется акцию на лотики в накопительных. Ой, Светлана. Ну, не будет. Не будет лотиков в подарок. Вот когда они были, вот тогда надо было брать много. А сейчас накопительные, ну, вы. Ну, мало того, что вы продолжаете прополнять свои накопительные каждый месяц там, да. Сейчас вы ещё там можете открывать себе лимиты дополнительные на накопительных. И всё. То есть там сейчас, знаете, кругом супер-возможности есть. Ну, лотики нет. Не будет лотиков, да. Классно, конечно, когда были лотики, но не будет лотиков. Так что лотики покупайте. Кстати, не забывайте покупать их побольше себе, чтобы у вас больше играла лотерея, чтобы больше у вас было выигрышей. И вы тогда будете ещё и в потоке удачи делать себе очень хорошие суммы. Так, ну что. Так, когда перенос СП, спрашивает Лида. Лидочка, сейчас научитесь открывать себе лимиты в свои ЦФ, чтобы вы чётко знали, как открывается лимит, что за что получается, как этот лимит вы дальше используете, где вы используете. То есть сейчас учимся этому. Всё делаем постепенно, по очереди. И когда придёт очередь СП, будем делать СП. Всё, у нас всё по плану. Вот мы сделали первые подготовительные работы, да, то есть раз-раз-раз сделали. Сейчас у нас этот этап, мы учимся этому. И следующие все этапы мы тоже всё будем делать по очереди. Когда идёт время СП и всех остальных, мы тоже с ними будем всё делать. Так, ну что. Ой, тут кто-то хотел взять слово. Я так не смотрела просто сильно в чат, да. Читаю только ваши нижние сообщения, потому что у меня сейчас очень такой красивенный вид в окно. Смотрю на океан. Вот, и прям так отвлеклась. Вот, кто-то хотел взять слово. Ну давайте, кто хочет включить микрофон на завершение нашей зарядки. Привет, всем привет. Это я хотела уже, думаю, ну значит, не по плану сегодня, значит, у тебя своя тема. Хотя я хотела добавить по поводу, я тут прям позаписывала себе, пока ты начала говорить, такие тезисы, чтобы не забыть. Ребят, сейчас в связи с изменениями нашими, да, и в фонде, очень много, вот даже и в зарядке, и к лидерам пишут, участники. Я хочу вот просто чуть-чуть буквально, если ты позволишь, минуточку, вот напомнить. Ребят, настрой и понимание должно у нас быть. Мы для чего в проект приходим? Для того, чтобы, лично я пришла в проект, для того, чтобы зарабатывать больше, чем я могла в обычной жизни, на работе, там, в бизнесе. Я поняла, что я здесь это могу делать. Точно так же, ну, ради чего каждый человек приходит в проект? Мы читаем правила, соглашаемся с условиями. Это ж не на работу нас берут. Вот это понимание, где мы находимся, все проблемы решит. Ты должен просто созидать в этом сообществе. А мы, половина людей, вот, лидера просто додушивают, домучивают. Вот почему так. Лидер для чего у вас? Для чего нам дан лидер? Чтобы он нам помог, чтобы он направил, чтобы он просчитал, показал, что здесь можно зарабатывать. А у нас получается так, что сейчас вот мне жалуются даже лидеры, что участники просто там за горло берут, а почему так, а что происходит. Лидер — это такой же человек, как любой участник. Просто он сделал немножко больше. Он быстрее понял, у него уже мышление развито, он уже понимает философию проекта. Поэтому у него больше участников, больше доходов. Ну, может, немножко больше информации знает. Все. Он не знает того, что знает Дмитрий Васадин. Понимаете? Поэтому, когда вы, не портите отношения со своими лидерами. Потому что потом, если и захотите работать, и сотрудничать, и зарабатывать, то отношения будут уже совсем другое. Поэтому, ну, уважайте лидеров своих и не душите их за горло. Они не смогут за вас подкрывать потоки. Все, что они могут, это направить, помочь, подсказать. Понимаете? Поэтому вот, что сегодня я хотела сказать. И по поводу КАЭФ, особенно у кого не открыты еще стартовые потоки. Просто один из пачки вот этой, один. Кто КАЭФ еще не открывает, у кого нет старта, вот хотела прям такая рекомендация. Не сидите и не ждите. Открывайте, просчитайте. С помощью КАЭФ у вас получатся классные стартовые потоки. У нас, например, у меня все потоки открыты. Ну, я бы хотела что-то как-то по-другому. Ну, значит, сейчас у фонда нет возможности делать по-другому. Вот только вот так. Как бы мы там не хотели, не разговаривали. А вот если бы вот так. Вот так, как мы хотим, не будет. Будет так, как должно быть. Как может сейчас фонд и располагает. Поэтому давайте включаться и работать. Не сидеть и не жаловаться на жизнь. Потому что мы пришли не на работу обычную, а мы пришли в сообщество, где все должны созидать. Нравится это или не нравится? Ну, извините, как-то вот так. Всем удачи, добра. Считайте свои деньги. Развивайте потоки. И тогда вас лопатой отсюда не выгонишь. Как участников, которые здесь уже не один год. Вот, ну, просто поверьте. Спасибо большое. Наталочка, просто каждое слово. Спасибо. Ну, Нелли Лапина у нас еще просит слово. Нелечка, привет. Что скажешь? В принципе, привет всем. Я очень хочу сказать большое спасибо сообществу. Это раз. Второе. Хочу сказать спасибо огромное всем лидерам, которые меня обучивают и обучивают. Это два. Третье. Хочу сказать, конечно, это может быть первое, но все равно я сначала начинаю с тех людей, которых я чаще видела. Третье. Вообще огромная благодарность Дмитрию Васадину за то, что он придумал этот проект. И я хочу передать каждому, кто будет, может быть, слушать Эвзар. Ребята, те, кто хотят работать на работах, пусть они работают. Люди приходят сюда для того, чтобы создать свое, вот исполнять свои желания, создать свое будущее. Таким, как он хочет и каким представляет себе. Поэтому я никогда не могу понять вот эти вот задирки, загвоздки и остальные все недовольства, которые высказывают участнику по поводу того-то, того-то, того-то. Мы и пришли сюда сделать так, чтобы наша жизнь была сказочной, интересной. Всегда всего хватало бы, чтобы дарить добро и радость людям, а не того, чтобы говорить вот это нечестно, что вот так придумали, и это нечестно, что так придумали. Поэтому я говорю, сюда же приходят люди, те, которым не хватает того, что у него сейчас есть. И поэтому, если мы пришли сюда вместе созидать, давайте просто откроем свое сердце, если оно есть у вас, и будем просто созидать свою жизнь. Вместе радоваться, улыбаться каждому дню, говорить спасибо за каждый прожитый отлично день, путешествовать, вдохновлять других людей. Поэтому я не понимаю вот эти вот такие глупые высказывания по поводу и лидеров, и по поводу помощи. Мне тоже часто напишут люди, я говорю, знаете, я вообще поражаюсь всему этому. Если у тебя что-то не получается, значит разберись. Если ты не хочешь разбираться, у тебя и не получится. А если у тебя не получается, и ты не хочешь разбираться, значит просто выйди из сообщества и делай свою работу, каждодневную, которую ты делаешь, если тебе это нравится. Поэтому слушайте с каждой слова тех людей, которые вас обучают. Поймите, если вы на самом деле открытый человек, если на самом деле вы хотите свою жизнь изменить, здесь это только здесь возможно. Я уже неоднократно рассказывала об всяких проблемных вещах, которые получила я со своей командой. Но так как вырулили здесь Дмитрий Восстатин, свои команды, разработчики, и остальное все, это просто, ну просто, я не знаю, мне на самом деле не хватает, мне только одни эмоции. Это просто сказочная вещь, потому что закрываются какие-то проекты. Мы постоянно слышим, кто-то побежал туда. А почему вы бежите? А вы давайте сделайте. Начните с двух, если у вас совсем нет денег. А если у вас совсем нет денег, что же вы делаете сейчас? Я всегда думаю, ну почему всегда ищут все плохое? Ну найдите, начните искать хорошее. И здесь в сообществе вы сможете реализовать свои пламенные мечты. Просто научитесь делать то, что вам говорят. Вдохните в себя вкус победы, а не жалкого такого потребителя, который все время сейчас кто-то просит. Ребята, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд. Я очень люблю мультики, поэтому хочу, чтобы люди в конце концов раскрыли свое внутреннее. Мы же все суперские, да, поэтому мы сюда и пришли, и поэтому находимся здесь. А если кому-то, как я говорил, не нравится, просто закройте дверь с другой стороны, и всем будет хорошо. Пока-пока. Нелечка, спасибо за прямоту и за честность всегда. То есть всегда в точку, и всегда вот прямо, знаете, по-человечески получается. Вот, вот наши лидеры, как говорят, слышите? Да, да. Пришел вопрос. Ирина спрашивает здесь, а при открытии CF все понятно? А дальнейшее пополнение... Ой, при открытии стартового и CF все понятно. А дальнейшее пополнение стартового с CF возможно? Ириночка, смотрите, вы открываете лимит себе. Значит, лимит у вас открывается, когда вы себе делаете любой новый стартовый или любой новый накопитель на себе. Сделали себе новый стартовый сегодня на 100 евро, например, у вас открывается лимит 100 евро. И с теми 100 евро вы можете делать новый стартовый себе еще. Вы можете... У вас там, например, подойдет когда-то... Вы можете использовать не прям сразу, но подойдет у вас период, когда вам нужно пополнить себе какой-то стартовый. Вы можете это сделать? Да, можно это сделать. То есть смотрите сами, что, как вам лучше. Конечно, я рекомендую открывать себе, когда открываются лимиты, возможность появляется денежка использовать. То есть это же ваши денежки, вы саккумулировали себе их раньше. И появляется возможность с этими денежками сделать себе еще стартовый какой-то новенький. Конечно, я за то, что вы делали бы себе как можно больше стартовых. А уже как там вы себе придумали и сделаете, смотрите сами, пробуйте, экспериментируйте на свое усмотрение. В накопительном также. Вы знаете, за что я, за то, чем больше у тебя потоков, тем больше у тебя денег. И это работает 100%. И никогда не бойся, когда у тебя много потоков. У тебя всегда будут средства на то, чтобы их обеспечивать, на то, чтобы их пополнять. Там всего лишь тебе нужно... Мы знаем же, да? То есть, например, поток стартовый на 100 евро. Тебе нужно... У тебя идет 6 периодов пополнения. Тебе не нужно 600 евро. Тебе нужно только лишь 370 евро. Потому что ты только первый раз делаешь 100. Потом ты уже получил выплату, дополняешь там 88. Потом там дополняешь 60 с чем-то. Потом там 50 с чем-то. Да, есть это все в таблице. У вас есть эта таблица. И все. То есть тебе нужно только лишь 370 на самом деле. Но получаешь ты из этого потока 1070. То есть у тебя 700 евро полного плюса всего лишь за 10 месяцев. Это приумножение в 3 раза. Вот. То есть смотрите сами уже потом как. Конечно, выгодно, чтобы было больше стартовых. Чем их больше, тем их выгоднее. Но лимит у вас открывается за какой-то новый стартовый. Ну и использовать его вы можете как хотите. Конечно, выгодно, чтобы вы открывали себе как можно больше стартовых еще. Вот. И помним же, что сейчас мы, то есть у нас будут через время появляться еще разные способы, варианты использования АЦФ. Сейчас мы работаем в рамках лимитов, но в будущем лимиты тоже будут повышаться за наши разные действия. Но сейчас мы работаем вот так. И очень четко сказала это Наташа. Работаем сейчас вот так. А уж как вам там? Нравится? Не нравится? Например, там что-то. Как вы хотели? Как вы ожидали? Мы работаем сейчас вот так. И опять-таки это твой выбор. Или ты делаешь и пользуешься этим. Потому что тебе сейчас деньги идут. То есть там у тебя деньги, там у тебя деньги, там у тебя деньги. ЕСЦФ открываются. Или ты берешь их и пользуешься. Или не берешь, не пользуешься. Опять выбор наш. Но сейчас мы работаем вот так. Вот. А предела нашего желания никогда нет. То есть, да, сделай там человеку то, да, то есть ему там, обеспечь ему там, или там подари ему какой-то шикарный, крутой там дом или там апартаменты, скажи. Вот живи. Он скажет, слушай, а что это тут не золотые унитазы? Ну, то есть, поэтому, опять-таки, понимаем, что мы же люди. Вот. А сейчас я хочу в завершение включить микрофон, камеру, да, то есть Вера Хабтинец, которая нам сейчас передаст привет из Парижа. Верочка, приветик. Всем привет, друзья. Сейчас попробую камеру включить. Не включается, но всех приветствую. Нажми поделиться и там, ну, на камеру начать видео просто. Ну, не получается у меня это, включить камеру. Но я, поверьте, сейчас нахожусь в самом прекрасном городе Европы. Вижу Нотр-Дам-де-Пари. Это храм, который сгорел. И смотрите, что происходит. Его полностью реставрируют, его отстраивают. И это символ продолжения того, что люди сделали когда-то. У нас в сообществе, у нас в нашем фонде тоже никогда, никогда не будет окончания. Все время будет продолжение. И правильно, нужно соответствовать тому времени, которое именно сейчас. И не тратить его просто так, а концентрироваться и делать максимально эффективно. Друзья, только Кэшфло, только наш любимый фонд позволяет мне путешествовать по всему миру, по Европе, по другим континентам. Очень жаль, что я не могу включить камеру, не разобралась с кнопками. Но поверьте, фотографии в чате будут. Я каждому передаю огромный секретный привет. И желаю каждому, чтобы желания, мечты и цели исполнились. Для нас придуман суперинструмент. Есть смысл его использовать и радоваться, и быть всегда в хорошем настроении. Но это определенный труд. Даже сейчас не просто это сделать, но это определенный труд. И каждый может это сделать. Всех обнимаю, всех люблю, всем передаю еще раз привет из классного города. Надеюсь, что каждый, если у него есть такая мечта, здесь побывает. На самом деле все очень просто. Купить билет и прилететь. Нет ничего сложного. А если какое-то препятствие, то спросите, кто может вам преодолеть помочь это препятствие. Спросите, кто еще заинтересован в том, чтобы вы побывали там или здесь, или еще где-то. Кто заинтересован в том, чтобы вы были богаты, счастливы и жили в достатке. Я иду на ходу. У меня такой может быть чуть-чуть голос с дыханием. Но я наслаждаюсь этой прекрасной погодой. И хочу, чтобы у вас и каждого тоже сейчас за окном светило солнышко. Если вдруг нет, ну мечтайте, смотрите фотографии из прошлых путешествий. Или смотрите, куда вы бы хотели попасть в ближайшее будущее. Причем, видите, это целенаправленно. Концентрация на чем-то одном, что дает результат. У нас все инструменты дают результат. Ира правильно сказала в самом начале. Не надо распыляться. Это не дает роста. Именно концентрация. Я вспомнила сейчас рекомендацию своей близкой подруги, которая за 4 месяца выучила английский. Шикарно выучила. Читает, разговаривает. И дальше уже усовершенствует. Поэтому именно концентрация. У нас за полгода каждый может выйти на свой уровень достатка. И вообще больше, извините, не париться над вопросом, где взять деньги, как сделать так, чтобы на все хватало. К сожалению, многие недооценивают этого. Услышьте, может быть, именно в этот раз, уже какой-то там сотый или тысячный раз мы повторяем это. Но вдруг прямо сейчас у кого-то провалится этот заветный жетончик. И вдруг придет понимание и осознание. Ёлки-палки. Или ё-моё. Это то, что мне нужно было. Это то, куда мне нужно было прийти. Все. Всех обнимаю. Всем хорошего настроения, классных желаний, мыслей. Пришли много фотографий. Смотрите на моей странице. Смотрите в чатах. Вдохновляйтесь. Ну и стремитесь к своим целям и мечтам. Спасибо за сердечки в чате. Спасибо. Спасибо за приятные слова. Все. Всех обнимаю. Тут площадь и много людей. И мы идем, наверное, в какой-то музей. Все. Пока всем. Верочка, обнимаем тебя. Всем тоже привет. И Парижу, и всем, всем, всем. Где кто сейчас находится в каком-то классном месте. Спасибо, ребята, за сегодняшнюю зарядку. Ну, каждое же слово. Каждый же, кто выступает и говорит. Ну, может, действительно тот же тончик упадет кому-то. Вот пусть так и будет. Люблю вас очень сильно. Обнимаю, ребят. Пока. Встретимся в пятницу в это же время на нашей новой зарядке. Продолжение следует.